Продолжение следует... 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 значит, необходимо идти искать новые места для существования с новыми ресурсами. И этот процесс, как раз не случайно, он где-то и начался порядка 100 тысяч лет назад, как считается. Ну и продолжался достаточно долго, то есть вот острова Полинезия уже были заселены в историческую эпоху, допустим, как там остров Таски, считается, около 9 века уже нашей эры. Далее отметим, заселение новой территории привело к увеличению некоторых численностей населения. То есть там разные оценки есть, сколько было, скорее всего сотни тысяч, но даже уже несколько миллионов человек первобытных. Образ жизни был связан с собирательством, с охотой, прежде всего, и охота на крупных животных. На мелких просто не было соответствующих обыдей труда, то есть ни лука соответствующих, ни купей, то есть охотиться было проблематично. Охота к этому шла на мамонтову фауну, иногда достаточно варварскими способами, то есть когда, допустим, могли лес поджечь, чтобы загнать стадо мамонтов, ну съедят одного, а уничтожат, ну а там целую кучу их. То есть определенный воздействие таким образом человек уже в это время оказывал на окружающую среду. И вот порядка 25, где-то тысяч лет назад началось исчезновение вот этой мамонтовой фауны. Почему это происходило, ну, также спорный вопрос до настоящего времени, то есть это связано с климатическими, прежде всего, факторами, отступлениями ледников и с деятельностью человека. Ну, по последним данным, все-таки климат, наверное, оказывал несколько больше влияния, потому что последние карликовые мамонты, они исчезли на острове Врангеле, примерно, считается, около 4-5 тысяч лет назад, то есть это уже время появления пирамид в Египте, и исчезли они без участия человека. То есть люди на острове Врангеле появились около тысячелетия назад в Чорчине. Ну, и опять человек столкнулся с угрозой для своего существования. То есть необходимо было найти ответ на вот этот вызов. То есть если нельзя собрать достаточное количество продуктов питания, значит, необходимо их вырастить. И вот ответ был найден в виде земледелия и скотоводства, которое зародилось во Ближнем Востоке. Вот примерно одно место здесь показано. Ну, надо сказать, что были и другие места, конечно, на юном шаре, но рассмотрим именно как европоцентричный подход в данном случае. Ну, а такие места, где в настоящее время как раз война идет, все это места древнего земледелия и скотоводства. Именно там была наибольшая плотность численности населения в этот период времени. Ну, то есть, по сейимости, поэтому такой выход там и был найден. Ну, и увеличение количества продуктов питания, чему привело? Прежде всего, к росту численности населения. Вот в 19 веке, когда мыслители задавались такие вопросы, ну, все-таки, зачем люди ушли от первобытного общинного строя? Тогда его называли таким золотым веком, практически таким первобытным коммунизмом. Но, тем не менее, отказались почему-то от него, стали трудиться тяжким трудом христиане. Ну, вот сделали не это, поскольку это позволило значительно увеличить выход энергии, получаемый за счет продуктов питания, увеличить значительность семьи. Ну, а там уже одна из функций важнейших любого живого вещества – это размножение. Ну, и избыток продуктов питания привел к тому, что часть населения смогла не заниматься всем этим. Это привело к появлению первых городов уже, где концентрировались ремесленники, управленцы, фараоны и так далее. Ну, а поскольку на Ближнем Востоке земледелие непосредственно связано с вопросами воды, необходимо все это было регулировать, орошение, ну, это и привело к появлению первого государства. Ну, вот известно, что в Египте, допустим, фараонов практически мобилизовал население для строительства растительных каналов. Ну, именно поэтому-то и пирамиды в дальнейшем были построены. То есть, вначале люди мобилизовали для каналов строительства, но потом появилась видная идея и для своих каких-то личных целей поиспользованию. Все это привело к появлению таких первых государств. Далее надо сказать, что этот процесс охватил, в данном случае, все Средиземноморье и привело все это к появлению такого крупного государства, которое практически всю тогда известную цивилизацию объединило, это Римская империя. Ну, по некоторым данным, в Римской империи в то время проживало порядка 70 миллионов человек. Ну, для сравнения, по-моему, в Китае, отдельная цивилизация, которая в то же время развивалась, проживала около 50 миллионов, ну, а всего на земном шаре проживало до 200 миллионов человек. То есть, в Римской империи примерно треть населения всей Земли проживало. Ну, а там можно назвать апогейм развития цивилизации, словно на примитивном землетеле. То есть, надо сказать, технологии, они были достаточно отсталны, то есть, земли быстро переэксплуатировались. Вот, обратите внимание, все места древнего землетелия, к которым мы появляли, про Ближний Восток, это все места настоящей планической катастрофы в настоящее время. То есть, сложно представить, что, допустим, Веракия не может вырастить достаточно. Продуктов питания, когда конус санкции были введены в Совет Безопасности ООН против Ирака, страна стала перед угрозой голода, и была введена программа нефти в обмен на продовольствие. Что касается Египта, несмотря на то, что там половина населения крестьяне, продуктами питания свою страну они тоже обеспечить не могут в настоящее время, и, допустим, Россия является одним из крупнейших продавцов зерна, именно в Египет. Но вот такими же проблемами столкнулась и Римская империя, ну, прежде всего, в районе непосредственно самой Италии, поскольку Рим стал очень крупным городом, он обогнал свое время, численностью было порядка двух миллионов человек, прокормить ее достаточно сложно было, тем более, как я сказал, со временем начало падать продуктивность сельского хозяйства, ну, и Рим, поэтому постоянно искал новые зерновые районы. Сначала наше эра это стало навязчивой идеей, вот известна эта история, допустим, Антония Клеопатра, Клеопатра, царица Египта, зачем Египет, уже было Римом, у Египет тогда рассматривался как зерновая жидница всего Средиземноморья, зачем нужна была Фракия, район будущей Визотии, опять же, там выращивалось зерно, и также Римская империя даже попыталась закрепиться уже на землях нашей современной России, это район Крыма, Краснодарского, край Ростовской области, это Босфорское царство, но опять же, именно все по-сидимости ради зерна. Ну, вот здесь проблема древнего Рима отмечена, первая проблема бонейной урожайности, современники Римской империи не могли четко это зафиксировать, но тем не менее, у историков эти материалы встречаются, допустим, для того, чтобы урожайность сократилась очень существенно в районе, например, той же Италии, мы, возможно, до сих пор, юг Италии, известно такое выражение, бедный, аграрный юг Италии, почему бедный, аграрный? Ну, опять же, земли достаточно неплодородные. Ну, вот, следующая такая проблема, это, конечно, жанраственная проблема древнего Рима из-за широкого распространения рабовладения, то есть свободные граждане, но они не считали нужным трудиться, и, в принципе, их ничего не интересовало, но может быть, пробит политики. Поэтому какие-то политические науки, юриспруденция, искусство развивались. Что касается, допустим, естественных наук, опять же, такой обычно малый известный факт, но Рим мало что в нем пользовались, но особенно в сравнении с греческой цивилизацией. Здесь можно вспомнить даже такой символизм, когда гримские солдаты убили Архимеда, ну и практически убили достижение греческой цивилизации. Ну, итог. Начиная с первого века началось падение численности населения Рима и самой Римской империи, ну, что в последнее время в итоге привело невозможности противостоять варварам. То есть это вот тоже интересный момент иногда, почему так получилось, что Римская империя, ее легионы до этого с легкостью отгоняли любые полчища варваров, а вот начиная где-то с третьего века это стало серьезной проблемой. А более того, начиная где-то с третьего-четвертого века, даже сами легионы стали состоять в большей степени из варваров, чем из римских граждан. Ну, вот слово федерация, федераты, все это идет от того времени, ну, когда племена варварские селились, ну, и предоставляли некоторую защиту риму. Ну, когда предоставляли, когда и сами грабили. Ну, все это в итоге привело к 476 году к падению Римской империи, когда начальник гвардии императорский, вождь, 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 варварский. Ну, фактически он сместил последнего императора, малолетнего рамула, ну, а все регалии отправил в Константинополь. Ну, кстати, обратите внимание, Восточная Римская империя, которая известна под названием Византия, она просуществовала еще практически тысячелетиями, периодически увеличиваясь в размерах, уменьшаясь, но, тем не менее, еще тысячелетия она существовала, сильно изменившись. Почему именно Восточная Римская империя, может, больше просуществовала? Именно она и осталась контролировать большее количество зерновых районов. Это вот район Валканского полуострова, прежде всего, ну, и, что касается, это, допустим, отношений с Русью, они тоже хорошо известны, но, что с причем, наверное, на море шло зерно, прежде всего, в Константинополе. Ну, и далее, эпоха Средневековья, это крушение цивилизации, можно сказать, в Западной Европе, такой древний постапокалипсис, то есть, ну, воспринимая, может, как королей современных графов всех этих вождей, бывших воровых, но, по сути, кто-то, или это бандиты практически, которые пришли на территорию цивилизации, ну, и себя вот таким образом назвали. Произошла примитивизация культуры и быта, исчезла практически вся торговля, хозяйство стало натуральным, города крупные практически также исчезли, ну, известно, факт, допустим, что те же короли, допустим, наверное, французские, они еще в XI веке не умели ни читать, ни писать, это считалось нормальным тогда. То есть, фактически, цивилизация в данном случае, они смогли найти выход и совершить скачок. Иногда не было сказано, что если бы этот скачок был, ну, возможно, в веке 9-10-м уже появился бы пароход, там, паровоз, но этого не было сделано. Цивилизация сошла вниз. Далее, надо отметить, что в средневековье долгое время происходило восстановление численности населения Европы, поскольку оно очень сильно сократилось. И произошло это только к эпохе развитого средневековья за счет некоторого географического сдвига европейской цивилизации на север. Стало это возможно, ну, во-первых, потому что там земли были еще достаточно свежими, ну, и кроме того, эпоха средневековья, она, особенно раннего, она отличается таким понятием, как климатический обним. То есть это некоторое повышение температуры локальной, и температуры именно на севере Европы стали достаточно высокими. К сразу этому средневековью надо отметить, что появились снова крупные города, может ли такие, конечно, как Рим, но тем не менее, Париж, Лондон, Флоренция, Венец, под 100 тысяч населения, где-то там было, уже от лет 13-13, снова зародилась городская культура. И вот тут важная клича от римской цивилизации, стоит отметить, это появились первые университеты. Конечно, они были крайне своеобразные, мы появились вот такие, как по пути, это там были богословский, медицинский, юридический, ну, и, как тогда считалось, самый бестолковый философский, который изучал у нас всю природу, весь окружающий мир. Но, тем не менее, это важное отличие от Рима. Далее отметим проблему средневековой Европы. Первая проблема – это аграрное перенаселение, которое как раз проявилось уже к веку XIV, то есть с каждым поколением новых крестьян земли становилось все меньше. Далее, следующая проблема – это вырубка лесов основного топливного ресурса. Они практически все были сведены у нас к эпохе развитого средневековья, остались, может, только какие-то заповедные леса феодалов, которые оставляли их для своей охоты. Ну, это даже в фольклоре это прошло, там, европейская провязанка фореста, история и тому подобное. Ну, и хучение климатических условий. В XIV веке, с XIV века приходит малолетниковый период в Европу, температура резко понижается, зафиксированы были в это время случаи, когда, допустим, даже в Испании морозы стояли под минус 20-25 градусов и бутники замерзали. То есть условия резко ухудшились. Ну, как итог, это вот чума 1347 года. Ну, иногда говорят, что это и чума чуть ли не впервые, когда пришла в Европу. Нет, это, конечно, неправда. Чума заталкивались еще и древние римляне, но никогда никаких тяжелых последствий не было. А вот именно по сей мести большая скучность населения, ослабленность массы людей из-за недостатков продуктов питания, ну, привело к тому, что вымерло практически треть населения. Но, надо сказать, эта трагедия в некоторой степени ослаблила проблему нехватки ресурсов для дальнейшего развития, то есть, ему позволило получить в Европе некоторую передышку. Ну, и передышка была использована, ну, прежде всего, за счет развития вот этих университетов, центров развития науки. Вот, известно, что 1-й, 1-й, 2-й, 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 3-й, 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 12-й века. Ну, и начиная с 14-15-го века университеты перестают быть чем-то необычным в Европе. И вот, выход из такого ресурсного кризиса Европа нашла в виде великих географических открытий, которые стали, возможно, благодаря университету. Ну, вот здесь отмечено, что Колумб, он был выпускник Павийского университета, обирался на данный астронома-географ Тосканель, выпускника Падуанского университета. То есть, известна история, что Колумб, он увидел глобус ошибочный, но, надо сказать, если бы он учился в университете, он бы этот глобус никогда и не увидел, никогда бы у него не появилась такая идея отправиться на Запад, чтобы прикладить в Индию. Ну, и к чему это привело у нас? То есть, вели те географические открытия. Ну, во-первых, это поток новых ресурсов в Европу из колонии. Колоссальный поток. Искали, прежде всего, золото, конечно, допустим, через испанцы, потом за золотом потянулось и все остальное, сахар, и так далее. Далее, это решение проблемы лишнего населения, аграрного перенаселения за счет перемещения массы людей в Европу в новый свет. Особенно, это острая проблема, допустим, была в Германии, аграрное перенаселение. Ну, и вот, известно, такой факт, что, допустим, в Соединенных Штатах Америки, современных, ведь подавляющее большинство населения это потомки не англичан, не ирландцев, а не потомки немцев. Что касается немцев, можно вспомнить потом, чуть позже, историю про Екатерину II, которая пригласила немецких колонистов освобить по волжье, но и масса немцев на это откликнулась. То есть, надо представлять, как люди тогда жили, в Германии, насколько у них не хватало земли, если не готовы были бросить свою родину, понимая, что ведут навсегда, никогда ее не ведут, только ради обещаний земли. Другая у нас характеристика, развития торговли с колониями, ну и, понятное дело, что благодаря этому попечеству достаточно быстро получило колоссальное влияние, ну и появились первые буржуазные государства, то есть, когда феодалы потеряли свою роль. Ну, прежде всего, это Нидерланды, которые получили благодаря длительной войне независимость от Испании, именно благодаря тому, что они были в это время истанская колония, собственно, не разбогатели. И Англия, конечно, Англия, которая в конце XVI века вступила в схватку с Испанией и перехватила колониальную торговлю. С этого времени Англия начала быстро развиваться. Далее, это вот развитие естественных лук, поскольку эти объемы ресурсов надо было перерабатывать, производить какую-то из них продукцию, иногда сохранять эти продукты питания. Ну и, кроме того, требовалось морские путешествия обслуживать, то есть, это привело к появлению каких-то сложных механизмов, ну, тех же часов очень точных. Ну и быстрый рост численности населения в Европе и в Новом Свете. Далее, увеличение потока ресурсов привело вначале к появлению мануфактур, то есть, здесь использовался ручной труд, ну, а затем, благодаря развитию естественных наук и первых машин конец XVIII века. Кроме того, машины потребовали увеличения использованием энергии, и благодаря тому древесина очень быстро заменена была на оголь. Опять же, можно обратить внимание, что, допустим, оголь концентрируется на спорете всего в развитых странах, допустим, вот той же нефти. Это и Великобритания, и Франция, и Германия, это «Русский бассейн», районализации лотеринги, которые мы достаточно долго делили. То есть, это не случайность, по всей видимости. Вот, недавно вышла публикация, по-моему, году, в XII Оксфордского университета, книга, которая так и называется, «Почему Англия преуспела?» И там четко подводится мысль, что в Англии произошла промышленная революция, потому что, во-первых, там была самая дешевая энергия, потому что у них много было угля, и самая дорогая рабочая сила. Поэтому именно там промышленная революция случилась. Ну и XIX век, это век для истали, ну, известно такое выражение. Ну, мы говорили, что европейские державы в это время развивались во многом за счет того, что формировали колониальные империи, то есть это требовало постоянного расширения их, чтобы преуспеть. И продолжалось это плод до конца XIX века, когда мир оказался окончательно разделенным. В общем, XIX веке именно Африка была полностью разделена, там осталось полностью три независимых государства. Ну и к чему это в итоге привело к тому, что некоторые государства оказались, или по крайней мере считались себя такими обделенными, то есть они не успели к этому колониальному переделу. Прежде всего, это, конечно, Германия, которая достаточно поздно объединилась в 1870 году и получила худшие какие-то колонии. Ну и соответственно, эти страны, которые не получили колонии, но они решили решить вопрос с помощью у нас войны. Как это часто бывает, к сожалению. Ну а, кстати, что касается самой России, надо отметить, что у нас точно такая же проблема была земельная в этот момент, то, что именно земля была главный ресурс в это время, это проблема уменьшения крестьянских наделов в Российской империи, поскольку в конце 19 века численность населения уже начала достаточно быстро расти, во многом это благодаря деятельности земских врачей, но земли больше не становилось и каждое новое поколение крестьян становилось беднее. Вот это может была главная проблема, которая привела в дальнейшем к революции, поскольку все-таки рабочих у нас было достаточно мало тогда и большинство из них это было первое, второе поколение. Что касается солдат, большинство из них это были выходцы из крестьян и, конечно, земельный вопрос волновал прежде всего, ну так же как интеллигенция, кстати. То есть надо сказать, что вот именно территориальная ограниченность, ресурсная ограниченность, она была характерна в начале 20 века как в целом для мира, так и для Российской империи. вот проблему известна это пытался решить Столыпин с помощью переселения людей в Сибирь и на Уран, что наш край значительности бы не задело. Переселено было порядка миллиона человек, то есть проблему это в полной мере не решило. Вот известный высказы, что дайте России 20 лет спокойствия и тогда Россия рассветет. Вполне возможно, он понимал, что потребуется два десятилетия, чтобы снизить вот такой острый накал земельного кризиса. Ну и попытка выхода из кризиса в целом в мире отдельными странами с помощью третеральных переделок привела к Первой мировой войне с использованием оружия массового поражения. Надо сказать, что Первая мировая война на современников произвела колоссальное впечатление, то есть до этого казалось, что человечество прекрасно, осталось подождать его чуть-чуть и наука решив все вопросы исчезнут бедные, бездомные и так далее. Вдруг оказалось, что все достижения цивилизации были брошены на уничтожение друг друга. Вот это на интеллектуалов оказалось колоссальное влияние, появилась такая мысль, что дальше так жить нельзя. Но с учетом того, что в России мы говорили, так в это время был достаточно острый земельный кризис, но это может быть не привело к тому, что революция прежде всего произошла именно в России, где попытались построить государство на совершенно новых принципах, противопоставляя себя всему остальному миру. А вот ответная реакция приемной системы на новую, конечно же, подходит под все понятия системного подхода, то есть это полное ее неприятие, независимо от того, что кто-то там была Германия или Антанта, то есть для них новая Россия вызывала крайне негативные эмоции. Ну и в начале это попытка интервенции, но в дальнейшем после ее провала это международные занятия СССР, но которая продолжалась до 30-х годов. Ну далее следует отметить апогей борьбы социализма и капитализма, это вторая мировая война, то есть надо сказать, что в это время по Европе, как тогда говорили, бродил презрак коммунизма, ну то есть революции вполне могли произойти в остальных странах, это вызвало вот эту ответную реакцию системы в виде появления крайне такой консервативной силы в виде фашизма. И сформировался от фашистских государств антикомитарновский пакт, ну надо сказать, что если бы все не накинулись на СССР, она была, конечно, крайне худая, но тут еще можно сказать, такая случайность историческая произошла, то, что опять фашизм вышел из Германии, Германия, как помним, она так и не решила в первую мировую войну вопрос колонии, более того, даже какие было, колония, она лишилась, поэтому Германия снова ставила вопрос колонийального передела от Британии, прежде всего и Франции, но что касается Британии, ну Британия отказалась участвовать в этой игре, и так получилось, что Соединенные Штаты в Америке и прежде всего Великобритания оказались невольными союзниками СССР в этой войне, что и позволило в итоге победить фашизм. Далее развитие социализма и капитализма в трапе на 20 веке, ну вот здесь какие-то характерные моменты отмечены, ну во-первых, СССР это достаточно быстрое развитие, прежде всего культурное развитие, то есть масса населения у нас перестала быть безграмотным, ну советская власть много этому внимания уделяла, точно так же как поиск новых источников энергии, это и гидроэлектростанции крупные, и атомные электростанции, и попытка создания термоядерных реакторов первых такомат, первых такомат, как известно по имени из СССР, ну и освоение новых территорий, это прежде всего космоса. Что касается Запада, характерная в особенности то, что оголь в качестве энергетического источника в середине 20 века был заменен на нефть в полной мере, это привело к резкому увеличению потребления энергии, значит увеличению улучшения качества жизни. Кроме того, Запад вступил в полную мере в конкуренцию с СССР, достаточно такую мирную, поэтому вниманию уделялось много и космосу, ретуширование социальных противоречий, но опять же, если космос посмотреть, то обратите внимание, что последние 20 лет у нас практически нет продвижений в космосе, ни что касается американцев, ни что касается нас, то есть пропало соревнование, ну и космос оказался друг сразу никому не дужку. Ну и может быть ключевая особенность это превращение третьего мира фактически в общую колонию Запада под руководством США. Вот это так называемое начало процесса глобализации, что в итоге привело к тому, что Европе исчезли те страны, которые бы требовали территориального передела. Ну а обе системы в это время характеризовались быстрым бростом численности населения. Далее отметим проблемы СССР. То есть почему СССР развалился в целом мировом социалистическом блоке, ну конечно здесь еще историкам предстоит ответить, здесь разные есть немножко зрения, какие-то проблемы я ничего отметил, но может быть наиболее интересным проблемам, которые мало уделяются внимания, стоит отметить, это начало резко падения добычи нефти в СССР с 1928 года. То есть надо помнить, что крушение вот этого соцлагеря и само СССР происходило на фоне острого экономического кризиса. Иногда много внимания уделяет тому, что в это время цены на нефть на мировых биржах просили существенно, но надо сказать, что СССР экспортировал тогда ведь не так много нефти. С экспортом было около 150 миллионов тонн, из них в западные страны около 30 миллионов тонн, остальное шло соцлагеря. перец сахар и так далее. Начиная с 1988 года началось рестопадение нефти и именно с 1989 и 1990 года характеризуется настоящая стагнация экономики. То есть, понятное дело, нет энергии, останавливаются заводы, останавливаются предприятия, система входит в сложный экономический кризис. Ну и далее проблема современного мира отметим. прежде всего, отсутствие интернатив развития, поскольку утвердилась и либеральная модель капитализма, нет никакого соревнования в данном случае. Ну и кроме того, проблема отметим пределы роста и хозяйственной логистики сферы. Вот что касается проблем ограничений мирового развития. Вот первый график это работы Медоуза, где он с помощью моделей математической получил прогнозные данные, что в 2020-2030 годах не столкнется бывалым кризисом, когда дальнейшее развитие станет невозможным из-за нехватки ресурсов. Вот он отображал. И вторая проблема это хозяйственная емкость биосферы, которая нашим ученым горшком достаточно активно развивается, что при превышении некоторого лимита антропогенного воздействия, точно так же биосфера может выйти за границ устойчивости. Ну и к чему в итоге это видео? То есть как мы обещали, нам необходимо некоторый вариант развития предусмотреть. Мы не можем сказать, по какому пути мир пойдет, но можем предположить, какие могут быть пути. Первый это ультра-тоталитарный, то есть если ресурсов не хватает, значит, верхний придуман, как ограничить отрывление низов. Второй вариант может быть самый страшный, это крушение цивилизации полное, то есть резкое крушение потребления и распад социальных институтов. Почему он самый страшный? Потому что в этом случае восстановиться наша цивилизация будет невозможно. Все доступные ресурсы практически израсходованы, то есть потомки при примитивных технологиях больше не смогут ими воспользоваться. Ну или третий это переход на новые ступени развития, гармоничное взаимодействие с окружающей средой. Есть периодистику решения энергетической проблемы, поскольку энергии катастрофически уже не хватает сейчас, хоть в полной мере мы это не сознаем, и освоение космического пространства, то есть если мы не хотим ограничивать численность собственного населения на Земле, значит, надо искать новую территорию. Ну и вот проблема, вообще проблема, то есть здесь отмечено, что допустим известно у нас уже более тысячи экзопланет, а некоторые из них земной группы, ну всего считается около 17 миллиардов планет земной группы в галактике, и тем не менее известно, что никаких цивилизаций обнаружить мы не можем, хотя все, как говорится, научные данные, которые мы знаем, ну у нас там, конечно, собственно, земли, они показывают, что такие цивилизации должны быть, ну и отсюда вот такая возможность существует, что в принципе цивилизация долго дежут, потому что не могут решить ресурс экологическую проблему, то есть только может крайне небольшое действие цивилизации может перейти этот этап. Ну все, спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.